Доброе утро! Разумный человек, входя в любую жизненную ситуацию и брак не исключение, всегда ставит перед собой два вопроса. Стоит ли входить в эту ситуацию и как он будет из нее выходить? Обратим внимание, что вопрос о выходе из ситуации ставится разумным человеком еще до входа в нее. Существует мнение, что мудрый человек и не попадает в ситуации, из которых нужно искать выход. Но я таких мудрых людей не встречал и сам таковым не являюсь. И если честно, мне такая мудрость не нравится, потому что она ведет к принципу недеяния. Никуда не входи, чтобы не нужно было выходить. Не нравится мне эта мудрость Лао Цзы. Мне больше нравится мудрость Ослика Иа-Иа, который получал глубокое философское удовлетворение в том, что подаренный ему зеленый шарик в горшочек входит и выходит, входит и выходит и замечательно выходит. И кстати, гениальный русский язык, который никогда не ошибается, говорит, как же это замечательно вышло. Он никогда не говорит, как же это замечательно вошло. К чему это я? Ах да. Я хочу предложить вам взглянуть с этой точки зрения на проблему развода. Очевидно, что брак это одна из форм входа в отношения, а развод это одна из форм выхода из отношений. Поэтому мудрый человек, не зная, чем все это кончится, видимо никогда не должен жениться. Это ужасно. Разумный человек до свадьбы, во время свадьбы и после свадьбы всегда должен думать, как мы будем разводиться. Это разумно. А все остальные люди женятся, насколько я знаю, для того, чтобы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит их. Романтично, но неразумно и немудро. Выбор, как говорится, за вами. Но я бы посоветовал использовать в браке некий разумный романтизм. Понимание, что любовные отношения могут иметь конец, с моей точки зрения, нисколько не умаляет ни их величия, ни красоту, ни романтику. Более того, многие люди понимают, что жизнь так пронзительно прекрасна, именно в силу ее временной ограниченности. Равным образом, понимание, что брачные отношения могут иметь конец, нисколько не обесценивает их. Наоборот, это придает им особую прелесть и остроту, и позволяет менее болезненно пережить развод. И попрошу здесь не кидаться в меня гнилыми помидорами.